Как нам сообщили в штабе, в этой же разведке, что у нас работают несколько колонн небольших групп в СУ. Все-таки пытаются выберутся, издевать его в сторону Артемовской, чтобы, возможно, незаметно, возможно, и, возможно, с прорывом выйти из окружения. Вот она трасса Дебальцево-Артемовск. С левой стороны как раз село Логвинова. То, что принято теперь называть крышкой Дебальцевского котла, само Дебальцево вот впереди. За моей спиной непосредственно Артемовск. В том направлении как раз сейчас мы слышали очередные разрывы снарядов украинской артиллерии. В общем-то, как рассказали нам ополченцы, которые уже не первые сутки отражают атаки ВСУ здесь, в стратегическом этом населенном пункте. Огонь и режим прекращения огня украинская армия не соблюдает. Я думаю, звуковое оформление этой записи яркое тому подтверждение. Что касается той картины, которую мы здесь увидели, действительно здесь был даже не бой, а это можно назвать бойней. В том смысле, на что посылало украинское руководство командования из Киева своих солдат. Непосредственно здесь на трассе больше 20 тел, которые удалось идентифицировать нам как тела погибших украинских солдат. Мы увидели, действительно кадры это не для всех, картина жуткая, тела действительно ополченцы какие-то смогли убрать. Но из-за постоянных артиллерийских обстрелов, да, сегодня немного градус массированности этих атак действительно снизился. Но до этого даже тела привести в порядок, ну грубо говоря, сложить в одно место не было возможности. Что касается вот того, чего ждут ополченцы от перемирия, чего ждут ополченцы от украинских военных, которые находятся внутри Дебальцевского котла, то тут прогнозы неутешительные. Прорыва ждут, ну в буквальном смысле, в любую минуту. Мы были даже перед утром до рассвета, минометами лупили по нас. В стороны идут до бугра. Это, возможно, выдвинулись украинские танки. Видишь на бугру техника? Мы слышим, что с внешнего периметра Дебальцевского котла регулярно работает артиллерия украинской армии. Мы слышим разрывы. В общем-то, предположительно, как говорят ополченцы, это идет такая артиллерийская подготовка к прорыву изнутри, из самого Дебальцева. К слову, не только, в общем-то, ствольную и реактивную артиллерию применила украинская армия при штурме села Логвина. Вот мы видим здесь, ну, совершенно очевидно, что это точка У. Количество подбитой украинской бронетехники исчисляется десятками. Это, как вы видите сейчас, и грузовые машины, а также, естественно, бронетехника. Только вот здесь, в зоне видимости, ну, 100 метров вперед, два подбитых БМП украинской армии. Слева тоже вот там в поле танк подбитый. Естественно, на еще большем расстоянии туда дальше, вглубь, ближе к Артемовску, еще большее количество подбитых танков, БМП и других бронированных машин, но уже из артиллерии, а не прямой наводкой, как рассказали, опять-таки, женам ополченцам. Именно так в Логвиново сейчас выглядят все дома. То есть это не исключение, это вот уже, можно сказать, печальное такое правило. Единственный, наверное, дом на всю деревню, который остался с крыши, и то, ну, держится на добром слове. Мы лично могли сейчас убедиться, что слова ополченцев о том, что населенный пункт фактически стерт с лица земли украинской артиллерии, это не пустой звук, а реальность, ну, комментарии какие-либо, на мой взгляд, излишни уже. Мы здесь базируемся, как говорится, отбиваем атаки. Живем в блиндажах, которые сделали на быструю руку, потому что домов не осталось, а все погорели. Здесь были кассетные бомбы, минометы, грады, ну, и пару ураганов было здесь. Долбят, чем попало. Так что вот можете сами посмотреть, что здесь осталось от деревни. От нормальной, хорошей деревни. Несмотря на то, что противник не прекратил артиллерийский огонь из тяжелых орудий, ополченцев есть приказ не открывать ответный огонь из равносильной по мощности артиллерии, отражать атаки, в том числе и танковые, в основном и стрелкового, и относительно легкого оружия. Но, тем не менее, как ополченцы и здесь нам рассказали, и командиры бойцов в штабе, что в случае, если украинская армия будет идти на прорыв, никто выпускать без боя украинских солдат отсюда, из дебальцевского котла не будет. Семен Пеков, Александр Мельников, Александр Левин, Life News, Логвинова. Продолжение следует...